Приветствую, дорогие зрители, на канале видео Людмила Цыганкова. Продолжаем разговоры о творчестве, о жизни. Хочу сегодня, сегодня 13 марта, 2014 год, я хочу запрезентовать вам следующую мою картину, которую я, правда, нарисовала уже несколько лет тому назад. Картина называется «Шторм на море». Картина нарисована на полотне 50 на 61, масляными красками в стиле классического реализма. Картина получилась, можно так сказать, эмоциональная. Хорошо, передан свет, вода. То есть, картина, когда смотришь на неё, то вызывает какие-то эмоции. Рисовать в классическом реализме я этого не делаю очень часто, но иногда рисую. И мне нравится, что удаётся передать и затронуть струны, эмоциональные струны, свои или у зрителей. Многим нравится эта картина, поэтому я даже, не знаю, иногда хотели её купить, но я застанавливаюсь. Наверное, я хочу оставить для своей семьи. Итак, «Шторм на море». Картина нарисована кисточкой, олейными фарбами, красками, красками высокого качества. Она рисовалась долго, ну, наверное, месяца два. Очень так скрупулёзно, потому что это классический реализм, как я уже сказала. И она, эта картина, как бы показывает, что существует, конечно, в мире творчества, в мире писания картин, рисования, различные техники. И эта техника, классический реализм, была и, наверное, и будет, ну, на первом месте среди всех техник рисования. Конечно, здесь уже трудно новичку рисовать, срисовывать, например, эти волны, этот цвет, потому что здесь нужна очень такая предсезонная работа. Я в последнее время, как я уже говорила, я больше работаю в стиле а-ля прима. Рисование сразу образа такими грубыми слоями фарбы, инпаста, шпахлей, очень много краски, очень много цветов. И, конечно, делает тоже на человека сильно. Но, но, классический реализм, он такой, как симфония, как в музыке симфония. То есть здесь, как бы, на картине играет множество различных музыкальных инструментов и чувствуется эта мелодия. Сама картина «Шторм на море» показывает штормы. Погода была солнечная, но вдруг надвигаются тучи, сильный ветер, начинает колыхать море, волны и корабли, одинокий корабль, который наклоняется под действием ветра то в одну, то в другую сторону. Как я уже, опять же, сказала, картина эмоциональная вызывает такое, такое, ну не тоску, умиротворение перед стихией, например, перед морской стихией. И хочу также эту аллегорию в жизни человека. Бывают такие моменты, когда вся его жизнь начинает штурмовать. то есть не происходит, не идет так гладко, как было до этого времени. И это нормально. В жизни так и должно быть. Иногда должны быть эти штормы, должны быть эти волны. Только у некоторых это более мощные, более сильные, а у других более спокойные. Но они есть, они существуют. и мы должны научиться, научиться прежде всего понять, как наиболее эффективно вести себя в этих условиях. Например, смотря в зависимости от характера, я сама есть казачка донская, так я более такая эмоциональная, более такая рвущая в атаку. А другой человек нет. Он своим спокойствием, он своим умиротворением может сгладить ситуацию, это неприятно, этот шторм. Ну и даже, как говорится, победить этим. Но всё равно я опять же говорю, что в жизни человека случается, как в человека, так и стран, в мире случаются такие ситуации, где нужно собрать всю энергию и, наверное, бороться. Бороться, чтобы выжить, чтобы победить в таких ситуациях. Так что желаю вам удачи, удачи в вашем жизненном пути, удачи в творении и понимать, что будут такие тяжёлые моменты, в которых вы должны показать себя наилучшим способом, более такую детерминацию, более выстоять, чтобы пережить все эти штормы, невзгоды, которые бывают и на море, и в жизни. Удачи вам! Всего хорошего!